Сегодня специалисты Мангистауского атомного энергокомбината, МАЭК его еще называют, отчитались о том, что возобновили подачу питьевой воды в дома жителей ОКТАУ. Но это по их словам они возобновили. На самом деле в областном центре, по некоторым данным, до сих пор складывается катастрофическая ситуация, коллапс коммунальный. Но в сообщении специалистов МАЭК, когда говорится, что в центральных узлах водоснабжения уровень питьевой воды якобы стабилизировался. И подача в верхнюю и нижнюю зону ОКТАУ будет осуществляться без снижения давления. Ну это вот такие их слова, термины технические. Вот так они пытаются успокоить народ. Ну во всяком случае объяснить, что там происходит. Официальная версия это от МАЭКа. Да, но успокоить народ не сильно получается, потому что сами жители в чате Акимата Мангистауской области пишут о том, что коммунальный коллапс в городе продолжается, а воду в некоторые микрорайоны дают, но с перебоями. А к тому же люди стали жаловаться еще, что сегодня в городе ко всему отключили еще и свет. Сейчас в ОКТАУ работает съемочная группа Ирана. Наши журналисты поговорили с местными жителями, которые попросили опубликовать в нашем эфире их обращение к президенту. Вот настолько у них там накипело. Давайте послушаем это обращение. Украинский президент Казахстан Республикасын президент Касым Жымар Токайп. Продолжение следует... Да, ну такой как будто бы риторический вопрос, вот последний, который жительница ОКТАУ задает. Ну вот, в общем, люди дошли до того, что обращаются к президенту. Сегодня журналистам на МАЭК презентовали новую установку, которая частично опресняет воду. С ее помощью, по заявлениям специалистов МАЭКа, опять же, город может получить дополнительно до 6000 кубометров в сутки. Давайте послушаем, что говорят специалисты Магисталского атомного энергокомбината, чтобы не быть голословными. Это установка обратного осмоса производительностью 6000 метров кубических воды в сутки. На установку обратного осмоса подается вода с месторождением Куйлус. Подается приемный резервуар, который у нас общей производительностью 20000 кубов. С этого резервуара насосной группой вода подается на фильтра песочные. В этих фильтрах у нас находится кварцевый песок и марганцевый песок. После этого вода подается в приемный резервуар общей производительностью 100 метров кубических. После этого насосной группой подается на фильтра безопасности. Это не питьевая вода, это перемят, из которого мы на МАЭКе, на станции приготовления питьевой воды, делаем питьевую воду. После ввода в эксплуатацию этой установки у нас общая производительность питьевой воды, на данный момент она 52000, увеличится на 6000 кубов в сутки. То есть получается перемят, это не питьевая вода? Перемят, который делается на этой установке, это не питьевая вода. Из этого перемята мы будем делать питьевую воду. Основная функция этого перемята это очистить минерализованную воду, которая идет с Куйлуса от бора, от железа, от солей и потом, ну и от других компонентах. Но самые основные компоненты это бор, железо, соли. И после этого мы из этой воды уже будем делать питьевую воду. Ну на самом деле, Анна, наверное, вообще претензии должны быть не к инженерам МАЭКа по большей части, а к властям, которые абсолютно ничего не могут сделать. Да, которые допустили, чтобы эта вот проблема стала такой системной и многолетней. Да, ну я вижу, у нас в чате уже люди пишут о том, что зимой замерзаем, летом нет воды, и что будет осенью, осенью, осенью. И, кстати, речь-то идет там не о воде, а только о холодной, потому что о горячей они даже не заикаются. Горячей там, в принципе, летом не бывает. Вот так. Ну, по-моему, кстати, тоже информация. Вы, пожалуйста, дорогие зрители Айрана, пишите. Горячей воды, между прочим, кроме Астаны и Алматы, по-моему, нигде по Казахстану не бывает. Ее как отключат даже в областных центрах в начале лета, так, дай бог... Ну, в более-менее приличных областных центрах отключают все-таки не на все лето, а на какой-то период для того, чтобы, ну, подготовить какие-то... Ну, все равно это странно, в 21 веке отключать воду горячую, да. Ладно, давайте сейчас последние новости о том, что происходит в Актау. Актау узнаем из первых уст с нами на связи. Наш корреспондент Андрей Ковалев, он сейчас в Актау. Узнаем у него лично все подробности. Андрей, ну, видим живописный пейзаж позади вас. Я так понимаю, вы на набережной. Но у нас вот эта картинка, как это, казахстанской Антарии, или как там еще Актау называли, нас она не обманет. Вы нам, пожалуйста, расскажите, какая сегодня у вас, во-первых, температура, ну и второе, какая обстановка все-таки в городе, что с электричеством и что с водой. Привет, Аня и Даурена. Да, вот на самом деле, начну, наверное, с последнего. Температура воздуха в городе по местным меркам небольшая. Это вот мы, приезжие, для нас на самом деле очень жарко. Порядка 30 градусов сегодня было. Вот как нам сказали, буквально день-два назад было 35-40. То есть это в тени, чтобы вы понимали. Вот. Касательно обстановки в городе. Вот прямо сейчас к вечеру и целый день было такое ощущение, что все спокойно и тихо. Но ощущение такое весьма обманчивое. И есть также мысли, что это такое затишье перед возможной бурей. Потому что к вечеру, да, вот воду якобы дали. И, в принципе, наверное, многие жители на текущий момент, я подчеркиваю, пока этим более-менее довольны. Но наступили вместе с этим перебои с электричеством. И тут есть еще одни интересные нюансы, что вот знаете, как дали воду. То есть, например, горячей воды в Ахтау нет вообще все лето, как нам сказали. Но при этом сейчас, когда вода появилась, то есть люди открывают кран с холодной водой, а там течет горячая. И почему так происходит, как нам объяснили. То есть она сильно нагревается при опреснении на МАЭК, да, вот этом вот главном комбинате, который обеспечивает весь город, да и не только город, а область еще пресной питьевой водой. Вот. И еще, как нам сообщили инсайдерские местные жители, тут интересная ситуация, что вот эти так называемые ЦУВСы, центральные узлы водоснабжения, их четыре всего в городе на данный момент, и в двух из них якобы вот там все починили. А жители, видимо, к которым поступает вода из третьего и четвертого, особенно ЦУВСа, они жалуются, что у них она пропала. То есть, грубо говоря, ее как будто бы перераспределили с тех на этот. То есть это такое, как веерное отключение электроэнергии, а здесь они как будто перекидывают эту воду по всему октау. Вот. Ну и, конечно же, днем мы съездили на МАЭК в пресс-тур. Впечатления такие, знаете, весьма неоднозначные. Не покидало ощущение такой театральной постановочности, как оно, наверное, отчасти в таких ситуациях и бывает. Но даже при этом, при всем при этом, ответы директора МАЭКа Кениса Уракова разочаровали. Разочаровали не только меня. То есть это такое классическое перекладывание вины в двух словах. Дескать, это не мы, мы делаем все, что от нас зависит. Вот посмотрите, презентовали новую установку, она классная. И стараемся делать больше. Вот, к слову, опять же, кроме нас, мало кто из журналистов почему-то, хотя вроде бы такая ситуация, отправился в этот пресс-тур. Видимо, они что-то знали больше, чем мы. И зато вот нам дали попробовать эту самую воду. И, к слову, опять же, вода тоже довольно-таки среднего качества, честно вам скажу. Это по вкусовым ощущениям, да? Андрей, ну вот информация-то от МАЭКа сегодня прошла вполне себе такая успокаивающая. К вечеру они заявляют, что там наладили какую-то часть системы и подача воды стабилизировалась. Получается, что нельзя вот этим официальным сообщениям доверять? И второй вопрос вдогонку сразу. Инженеры там были, МАЭКа, а были ли чиновники, с которым тоже вопросы? Так, ну, начну с последнего. Нет, чиновников там не было. Они самоустранились. Тоже небольшой спойлер сделаю. Мы сегодня, так как мы снимаем материал про эту тему, который выйдет, я думаю, на следующей неделе обязательно на Айране, были в Акимате, как в областном, так и в городском. И вот в одном из них нам сказали, что классическая ситуация, вы ее видели уже, наверное, видели наши слушатели на другом канале, еще одного известного казахстанского блогера, когда вот ты заходишь, и тебе говорят, ой, извините, мы бы, конечно, с радостью вам дали комментарии, но вот этот чиновник ушел в отпуск, этот заболел, этот на объекте, в общем, вот так ситуация обстоит. Но при этом Актаус, они, собственно, опубликовали петицию, она вот набрала 505 уже из 2,5 тысячи, там 2,5 тысячи, это по региональный потолок этих голосов, чтобы ее рассматривали, да, то есть, чтобы не было путаницы с тем, чтобы, с республиканской. В общем, там они в этой петиции отразили все проблемы, связанные с водоснабжением и обеспечением питьевой водой. Авторы петиции призывают вести запрет на строительство новых микрорайонов в городе, да, о чем мы еще обязательно поговорим, которые вот эти микрорайоны, они создают дополнительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Ну и, конечно, кроме того, отмечается необходимость расширения опреснительного завода «Каспий». Это вот еще один такой объект после МАЭКа, второй, наверное, по значимости, который тоже очень важен. Вот. Ну и, собственно, в Экимате ранее заявили, что, в общем, они работы введут, и в ближайшие дни жителям города будут подведены дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Ну а к августу планируют завершить два проекта. Вот так. Да, Андрей, еще пару вопросов. Вот я прямо сейчас в прямом эфире наблюдаю за нашим чатом, пишут, пахнет плохо в Актау, ну как бы, или, как говорят, воняет. Ну, в смысле, по всему городу, ближе к вечеру. Правда, нет? Это правда или нет? Да, 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 это правда. Действительно, вот мы, честно говоря, в течение всего дня не замечали, но вот сейчас на набережной стоит такой не очень приятный запах. Честно говоря, я не знаю, чем это будет. Из-за чего это проблема? Вы не разобрались еще? Честно говоря, пока мы с этим не разобрались, но обязательно мы об этом еще поспрашиваем людей. Еще пару вопросов. Вот по поводу автомоек. Да, по поводу автомоек. Ну, писали, что из-за вот этого дефицита воды в городе закроют автомойки, но и также должны закрыться для того, чтобы сохранить питьевую воду, пресную воду, объекты бизнеса, кафе, рестораны. Расскажите, Андрей, что там насчет закрытия автомоек и кафе? Кафе все работают, закрылись только автомойки на самом деле, и другие объекты инфраструктуры, все функционирует. Но с автомойками тоже интересная история, что здесь тоже не все так однозначно, скажем так. То есть получается ситуация такая, что автомойки, они в принципе не должны использовать морскую воду, но при этом почти большинство, наверное, почти все автомойки ее используют. Да, 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 то есть они не могут, да, да, все правильно, они не могут использовать пресную воду, но они ее почему-то активно используют, да. А в идеале вот должна быть техническая. И не закрылись вот эти как раз автомойки, их очень немного оказалось, которые используют техническую воду. Но при всем при этом, опять же, как местные начали жаловаться, что вот раньше, чтобы помыть машину, нужно было отдать 2000 тенге, то сейчас цены взвинтили больше, чем в два раза. То есть где-то 8-9 нужно платить. То есть опять же, кто-то на этом неплохо зарабатывает, судя по всему. Андрей, ну вот мы уже много и с экспертами говорили, и с местными жителями, что проблема с водой в Актау, она не первый год существует, да, это такая многолетняя проблема. Кто-то из жителей считает, что точка отчета там является год открытия Риксиса и вообще постройки вот новых зон отдыха. Ну что удалось вам выяснить, что там, в чем причина, ну вот, что хронически эта проблема не решается? Ну вот, опять же, такой небольшой экскурс, что экс-аким Мангистауской области Нурлан Ногаев лично признавался, не так давно это было, что о проблеме власти знали более 20 лет назад. Это вот, к слову, про вопрос. И, естественно, напрашивается, почему они ничего не делали, как нам ответили здесь местные жители. А не делали они это для того, чтобы, то есть вот, чтобы решить эту проблему, раз она всегда, нужно много времени. А Акимы, они меняются и предпочитают сделать то, что зайдет сразу. Тут, то есть, например, вот построить школу, там, не знаю, благоустроить набережную, да, где мы сейчас находимся. А туда вот на перспективу они даже не смотрят. Остальное им уже неинтересно. Либо, к сожалению, складывается такая ситуация, что как будто бы есть риски повторения второго экибастуза. То есть, когда, не дай бог, что-то с МАЭК случится, между прочим, 80%, 80% нам сказали, инфраструктура МАЭК, она изношена. И тоже особо ничего не делают. То есть, не было никакой комплексной модернизации практически с момента строительства данного объекта. И вот, видимо, ждут, пока грянет гром в Мангестау, и полетят головы в прямом и, не знаю, переносном смысле. Вот, но мы продолжим снимать материал на эту тему и будем, конечно же, следить дальше, как будут развиваться события, и непременно более подробно вам об этом расскажем. Ну что ж, Андрей, спасибо. Будем ждать от вас, от съемочной группы, новой информации, ну и материала. Да, еще раз проанонсируем, что наша группа готовит отдельный материал о ситуации с водой в Актау. Его мы опубликуем на следующей неделе. Ну и надеемся, как это, душ у вас получится принять сегодня вечером. Там, наверное, есть ли? Ну или как прилетят, вернутся. Вот Анна сказала, ну вот, Анна, ваше руководство, шеф, помимо того, что она ведущая стримов, она еще и шеф-редактор новостного отдела. Ну вот, ничего страшного, примите душ по возвращению. Ну, хорошо. Мы вас ждем. Спасибо. Ну да, вот, в конце концов, оператор показывает, что вот можно идти уже купаться. Да, море, кстати, есть, да. Но после моря такая вода как-то стягивает, после соленой воды. Ну, тут уже, знаете, не до большого выбора. Да, ладно. Ну все, давайте, вам удачи. Я надеюсь, вы окончательно разберетесь в этой ситуации. Ну и вот это все, что происходит в октаву, это еще раз подтверждение вот этой нехитрой мысли, на самом деле, что коммунальный коллапс у нас там не только на севере, не только в Павлодаре, не только в реке Бастузе, по всей стране. Уже непонятно, где оно выстрелит и с чем. С питьевой водой, с отоплением, с дорогами. Все рушится в этой стране. Вот какой-то такой очень печальный вывод. Но Улжас Бектенов так не думает. Улжас Бектенов так не думает, но мы еще поговорим о прекрасном человеке Улжасе Бектенове. Вообще Улжас Бектенов уже вот наш новый герой. Он классный. Придумывает он классно. Ладно, сейчас пойдем дальше, но прежде наша прекрасная отбивка. Да, вот вы увидели нашу отбивку, теперь будем продолжать наши новости. В Риддере задержали бывшего Акима города Даулета Батырбаева. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Михаил Казачков, а после информацию подтвердили в Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области. Но мы тут уже с Анной резвились на эту тему. Еще одного Акима посадили. Что у Токаева там какой-то Бездонная Бездонная бочка Акимов. Что-то всех сажают, сажают, сажают. Какой-то прямо это, 37-й год. В смысле... Но если бы ситуация менялась после того, как их сажали. Как будто приходит новый, и его уже через полгода опять сажать надо. А есть такие, которых не надо будет сажать. Просто вот и срок подошел. Да. Давай на зону. Нет, а есть у нас в стране такие люди, которых можно назначить чиновниками, и они не будут воровать, их не надо будет сажать. Это вопрос такой, интересный, риторический. В общем, этого экс-чиновника подозревают в хищении 200 миллионов тенге. Сейчас этим делом занимается естественное агентство по финансовому мониторингу. Да. Ну и на этом подробности заканчиваются. Других деталей не сообщают. Кстати, Подрыбаев продержался на посту Акима Ридера всего 8 месяцев. С августа 2023 года по апрель этого года из должности ушел якобы по собственному желанию. Но вот теперь при этих открывшихся обстоятельствах заградывается подозрение, что, возможно, его уход был связан с махинациями, о которых в итоге вдруг прознали борцы с коррупцией. Да, ну и это не единственный громкий арест. За последние несколько дней в области Абай задержали директора филиала резервата семьи Ормана. Но не только его, а еще более 20 его подельников. То есть получается целая банда, как это, лесничих или лесников, как правильно? Лесники или лесничи? Лесных братьев. Лесных братьев, да. Какая-то банда коррупционеров. Вот вы на картинке видите. Их подозревают в хищении и продаже леса. То есть они работали вот в этом печально известном, но мы сейчас об этом расскажем, резервате семьи Орманы, как бы должны были сохранять реликтовый лес. Ну а занимались его хищением и продажей. По информации органов следствия, при обыске у этих задержанных изъяли деньги, десятки кубометров древесины и деревообрабатывающие станки. Да. Ну и вот уже упомянули о том, что это уникальный природный заповедник семьи Орманы, который в прошлом году нещадно уничтожил огнем. Тогда в лесном пожаре погибли 14 лесничих. Ну и был большой скандал, потому что трагедия обнажила сразу, как это бывает, кучу проблем. Оказалось, что у работников заповедника не было ни техники, ни инвентаря, ни даже элементарно нормальной рабочей одежды. Зато вот другие в этом прекрасном месте отлично делали бизнес, рубили лес и сколотили на этом, очевидно, состояние.